Куда будут переселять жители из аварийного жилья в Чебоксарах, посмотрел сегодня премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Ольга Пырочкина подробнее. Дом для переселенцев из аварийного жилья в Чебоксарах по улице Богдана Хмельницкого. В марте застройщик заключил с городом договор генподряда. К первому июня возвел пять этажей, а к середине июля закончил все девять. За каждым рядом кирпичной кладки следила чебоксарская администрация. Просчитали минимальный объем суточный и контролировали каждый день подрядчиков. Они показали пример и остальные тоже подрядчики потянулись. Теперь дело за отделкой, подключением к коммуникациям, благоустройствам. По планам жильцы смогут заехать сюда в сентябре. Чуть позднее должны справить новоселье будущие жители дома по улице Парижская коммуна. Здесь сложный рельеф и геологические условия, объясняют специалисты. Однако даже учитывая эти моменты, строители идут на рекорд. Наша съемочная группа была здесь в конце мая. Тогда возводили только первый этаж. Сегодня готовы семь. Наружные сети начали делать. Канализацию уже 70% проложили. Соединение сделали. Всего в Чебоксарах по программе переселения граждан из аварийного жилья строится пять домов. Помимо предыдущих позиций по улицам Ленинского, Комсомола, Магнитского в Соленом. После объезда премьер-министр республики Иван Моторин признался. Приятно удивлен. Думал, ситуация будет сложнее. Многие контракты были отторгованы по весне. Соответственно, сроки ввода от 4 до 6 месяцев, чтобы выполнить программу. Естественно, работа должна была вести в напряженном графике. Сегодня я посетил три объекта. Я вижу, что готовность довольно высокая. Везде уже есть коробки, ведутся отделки внутренние. Впрочем, расслабляться пока рано, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков. Предстоит еще решить вопрос с коммуникациями. Небольшие вопросы остаются за подключением сетей теплоснабжения, электроснабжения. Здесь мы вынуждены были объявлять отдельные конкурсные процедуры. Сейчас определится, в ближайшее время определится подрядчик и будет строить эти сети. Но мы планируем также в сентябре строительство сетей завершить и вселить жильцов. Если все пойдет по плану, то после сдачи этих объектов город закроет четвертый этап программы по переселению. Что касается республики, то ряд районов уже выполнили свои обязательства по ней. В остальных контракты заключены, идет работа. Проблем возникнуть не должно, считают специалисты. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.